Продолжение следует... Тем сильнее и могущественнее ее король. Продолжение следует... Но лишь вторые приносят истинный смысл жизни, позволяют раскрыть свой потенциал и выполнить предназначенное. Они дарованы каждому. Но часто мы в слепоте проходим мимо своей судьбы, размениваясь на мелочи жизни. Но мирология способна рассказать о том, что действительно изменит вашу жизнь к лучшему. Ответы таятся в датах вашего рождения. Подробнее на нашем сайте alvasar.ru Судьбоносный не только для них самих, но и для десятков тысяч будущих единомышленников стала встреча Аллы и Сергея Даниловых. Сергей Данилов — безусловно значимая фигура в современной России. Исследователь глубинного смысла древнеславянского и свято-русского языков. Активный сторонник возрождения родового, копного и вечевого самоуправления державой. Поборник за Русь единую. Вольный казак. Таким мы его знали. Таким мы его запомнили. Но в 2005-м Алла познакомилась с хорошим юристом, бывшим военным, интересным человеком, увлекающимся поисками смысла жизни. Конечно, это был тот самый Сергей Данилов, с уже сформировавшимся характером и установившимися взглядами на жизнь. Однако Сергей Данилов — лектор, учитель, ученый. Философ появится позже. Во многом благодаря той совершенно случайной встрече по работе. Алла и Скала юриста порекомендовали Данилова. Деловая беседа превратилась в увлекательный разговор по душам. Больше они не расставались. А дальше жизнь, наполненная смыслом, который оба так искали. Ей эту встречу предсказали. За полгода. Но она не поверила. Что за вздор! Мужчина, который увезет меня в другую страну, смеялась Алла. Я люблю Украину. И вряд ли куда-то отсюда уеду. Особенно остро стал в жизни Аллы в момент, когда ее мальчики, сыновья погодки, пошли в первый класс. До этого было некогда. Она растворялась в них, посвящая им всю себя без остатка. Основы мировоззрения, заложенные еще в детстве бабушкой-знахаркой, долго заглушаемые, наконец нашли свое отражение в философии Елены Блаватской. «Бог во всем», — говорила бабушка маленькой Алле во время долгих прогулок по лесу. «В каждой травинке, в каждой букашке, ты к миру с добром, он тебе тем же и ответит». Бабушка делала подношения духом леса, когда шла за грибами. Разговаривала с рекой. Очень бережно и трепетно в их семье относились к животным. И еще в детстве бабушка научила Аллу лечить животных руками. С возрастом все забылось. Поселилась глубоко в душе. А теперь книги всколыхнули забытое чувство гармонии с миром. Захотелось вновь во все это окунуться. И она нырнула с головой, без оглядки. Супруг не поддержал. Дороги разошлись. Новая жизнь. Новые встречи. Новая работа. Новые знания. Сыновья радовали успехами в школе. Все складывалось гладко. И встреча с любимым мужчиной в этой жизни была логичной и правильной. Уже через год после знакомства Сергей Данилов сделал ей предложение. Совместная жизнь обогатила обоих. Они вместе впитывали новые знания. Каждую свободную минуточку на работе Сергей посвящал поиску интересных лекций, научно-познавательных фильмов, чтобы вечером посмотреть и обсудить их с женой. Рядом с ней ему хотелось расти. Алла предложила читать книги друг другу вслух, а после беседовать за чаем, находя в прочитанном новые глубины. Вот в этих-то беседах Алла и поняла, что Сергею дарованы тайные знания, что он видит и слышит больше других, чувствует тоньше, анализирует глубже. Но и тогда еще Сергей искал себя, шел к своим идеям. А Алла всегда была рядом, словно ангел-хранитель направляла его верным путем. Многие соратники и близкие друзья отмечали исключительную доверчивость Сергея. Открытый, искренний, словно ребенок, он ждал того же от окружающих. Нет, он не был беззащитным, мог постоять за себя, даже бывал грубым и жестким. Все дело как раз в искренности. Он не любил недосказанности, рубил правду матку с плеча, но очень хотел верить людям, хотел в каждом видеть только светлое. В этом заключалась его слабость, в желание верить всем безгранично, как самому себе. Мудрая, словно видящая людей насквозь, рациональная Алла всегда была рядом. Мягко и ненавязчиво оберегая любимого от злых намерений неискренних людей. Супруги Даниловы искали себя. Путь к вечевому управлению державой, основанный на копном праве, начинался с идеи Владимира Мегре, звенящей кедры России. Его мысли о родовых поместьях и аграрной России на тот момент органично укладывались в картину мира Сергея и Аллы. Вместе с друзьями они даже нашли место, где обоснуют свое родовое поместье. Но в сознании Аллы что-то не складывалось. Она, как человек очень близкий к природе и не понаслышке знакомый с земледелием, находила несостыковки в этой стройной философии. Супруги поняли, что всему свое время. Сегодня слепо следовать традициям прошлого и вернуться в натуральное хозяйство уже не получится. Начались новые поиски, курсы, семинары, книги, лекции, семейные разговоры. Пока однажды не сложилась собственная, выверенная с точки зрения права, экономики, финансов и исторически сложившегося менталитета система. Исследовав подтаенные смыслы древнеславянского языка, он нашел ответы на вопросы построения справедливого государства. «Сильная держава возможна при возрождении самостоятельного управления, вечевого, копного, родового». Эту идею сформулировал Сергей Данилов. А у ее истоков стояла Алла. Все получилось случайно. Он вовсе не планировал лекции, не искал учеников намеренно. Сначала рассказами и удивительными находками заслушивались друзья. Постепенно сторонников идей Сергея становилось все больше. В беседку к Даниловым стали собираться незнакомые люди. И небольшая веранда на даче уже не могла вмещать всех желающих его послушать. Предложили записать лекции. Все закрутилось само собой. Еще вчера это были беседы с женой, а сегодня публичная лекция, собирающая десятки тысяч просмотров за час. Известность не изменила Данилова. Отношения с супругой остались прежними. Только чуть строже за окружением стало следить Алла. Чуть меньше времени стали проводить вместе. Возросла ответственность, ведь Сергей взвалил на себя судьбу целой страны. Но ему это было по плечу, ведь рядом Алла. Иногда супругов называют половинками. Так вот, Даниловы не половинки. Каждая из них сам по себе цельная личность. Однако вместе им удалось создать нечто третье. Такое же цельное и органичное, не растеряв при этом себя. Мало кто из присутствующих на многочисленных лекциях и семинарах Данилова знал, что скромная, хрупкая женщина на последнем ряду – его супруга. А она слушала каждую его лекцию, как в первый раз, всегда открывая для себя что-то новое. Алла Данилова обладает колоссальными знаниями о мире и о людях и просто потрясающей энергетикой. Однако на вопрос, готова ли она продолжать дело Сергея, отвечает однозначно – нет. Есть у нее и своя стройная теория на этот счет, полностью подчиненная их с Сергеем картине мира. Каждый должен пройти по своему пути, уверена Алла Данилова. Выполнить свое предназначение. Ее было в том, чтобы помочь раскрыться Сергею. Сейчас она идет своей дорогой. Но сил учительствовать, доказывать что-то кому-то и заниматься врачеванием, пока в себе не чувствует. От бабушки она получила дар целительства, но не спешит его применять. Ведь болезни посланы, чтобы люди могли осознать свои ошибки. «Если я решу задачу, то что же останется человеку?» – улыбаясь, спрашивает она. «Я же лишу его шанса на исправление. Это неправильно». Алла живет в доме, который они строили вместе с Сергеем. В прошлом году она наконец-то получила российское гражданство и возвращаться на Украину не собирается. Супруга Данилова с удовольствием делится знаниями с гостями, с его многочисленными последователями. Рассказывает о супруге, улыбается годам, прожитым вместе. Вместе с ней ее верный пес, овчарка Дар и два кота. А еще мысли, глубинные знания и память о беседах с Сережей. И любовь, огромная, безграничная, как Вселенная. И она счастлива в этой Вселенной. Сергей Данилов ушел от нас в 2016 году. Но по сей день живут его идеи, его уроки вдохновляют людей по всей России, Украине, Беларуси. Душа же его продолжает жить в памяти любимой женщины, сильной духом, знающей, в чем ее счастье. Судьбоносные встречи дарованы каждому, однако не все способны их почувствовать. В современном эмансипированном мире далеко не каждая женщина готова к роли второго плана, забывая, что самая сильная фигура в шахматах — королева. Мудростью и жертвенностью преданной жены выслан путь процветания истинного короля. И чем ярче женская тень, тем сильнее и могущественнее ее король. Субтитры создавал DimaTorzok